Жития Это достаточно сложный и объемный вопрос. Он требует, на самом деле, его понимание требует серьезного погружения в соответствующую литературу. Здесь просто сделаем, ну, скажем так, несколько крупных мазков, которые помогут нам как-то сформировать предельно общую картину. Жития – биографически-дидактические тексты. То есть они призваны, с одной стороны, рассказать нам некую часть, некий набор сведений о том или ином святом. При всем при этом они точно так же призваны на это повествование наложить определенную дидактику, то есть определенную учительную часть. Житие всегда реализуется как некий поучительный и побудительный памятник, который не просто должен нас удивить или впечатлить, а на самом деле мотивировать к возрастанию в духовной жизни. Показать, что на совершенно разных примерах, совершенно разные люди разных национальностей, социальных страт, чего угодно, не соотносящиеся друг с другом никак, кроме веры в Христа Спасителя, достигали святости. Тем самым указав, что и каждый из нас имеет ту же самую возможность. При всем при этом мы должны понимать, что житие как литературный жанр, безусловно, также, скажем так, имеет свои особенности развития и, кроме всего прочего, ну, скажем так, свой очень разный вероучительный статус. Есть жития, написанные святыми о святых. Ну, например, первым собственно житийным текстом мы можем назвать житие Антония, то есть текст, посвященный жизнеописанию родоначальника монашества, преподобного Антония Великого, и написанный святителем Афанасием Александрийским. Мы понимаем, что тексту такого светильника церкви мы можем, безусловно, доверять. Соответственно, также, например, очень важны и значимы тексты, написанные непосредственными свидетелями или участниками событий. Ну, например, ряд житий мучеников опираются на так называемые мученические акты, то есть, собственно, на документы, которые вел римский суд или нотарии от христиан, которые просто присутствовали среди народа, собравшегося на казнь. И в данном случае мы получаем очень веские свидетельства очевидцев. При всем при том, чем дальше отстоит памятник от описываемых событий, тем больше внутренних вопросов к все более ярким появляющимся деталям мы можем иметь. Поэтому, говоря о серьезном подходе к житийной литературе, мы принципиально должны понимать, что если священное писание, прямое, непосредственное откровение Божие, безусловно, требует от нас погружения в его культурно-исторический контекст, обращения к, возможно, ни одному переводу, к тому, чтобы мы могли понять прочитанное, а в ряде случаев и обращение к комментариям, то и житийная литература на самом деле требует от нас достаточно взвешенного и компетентного отношения. Если мы ищем в ней простого назидания, нам будет достаточно любого вменяемого адекватного издания житий святых. Если же мы хотим прикоснуться к реальному слову о подвижнике, найти максимально достоверную информацию о нем, тогда нам нужно искать наиболее древние и аутентичные тексты, благо сейчас и на русском языке критических изданий житийных текстов достаточное количество. Субтитры создавал DimaTorzok